...ситуацию деконструкции, стилизации, иронии и прочей игры с классическим наследием. По мнению автора, тот период постмодернизма, который сейчас переживает российская литература, это лишь один из очередных этапов неспровержения основ и, может быть, начало нового периода. Когда-то знаменитые слова чеховского персонажа в Москве 2 университет оказались нонсенсом. Мы уж во всяком случае нуждались в пояснении. Сегодня можно с уверенностью сказать, что в Москве университетов много. В издательстве Российского государственного гуманитарного университета вышла книга Юрия Орлицкого «Стихи и проза в русской литературе». Эта замечательная тема рассматривается в трех аспектах. Вначале автор пытается понять, каким образом стих вторгался в прозу, затем говорит о том, каким образом стих становился более прозаичным, и, наконец, приходит к понятию стихопрозы и пытается рассмотреть образцы подобного рода письма в истории русской литературы, начиная от пушкинского времени и кончая литературой уже современной, то есть второй половиной 20 века. Если книга Юрия Орлицкого пример серьезного филологического исследования, то это издание относится к несколько иному жанру. Во всяком случае, по этой книге можно судить, каким образом серьезное литературоведение приходит к читателю не вполне серьезному. Но в издательстве «Текст» вышла книга Бенедикта Сарнова «Занимательное литературоведение» или «Новые похождения знакомых героев». Предназначена она, конечно, не для университетской аудитории. Если говорить о похождении знакомых героев, то это прежде всего Шерлок Холмс и доктор Уатсон. Но, в принципе, они исследуют детективные истории, связанные непосредственно с теорией литературы, поскольку речь идет все о том же, что такое сюжет, композиция, из чего складывается фабула и так далее. В общем, занимательная и полезная книга для детей. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok